Андрей Андреевич, радую вас видеть. Добрый день. Ну, вот мы назвали эфир «Ничего без Украины» с отрицательным знаком. Повторили эту фразу из новостей, что называется. Уже которую неделю в связи с суетой вокруг темы переговоров, я напомню, уже и министр нас родил Кулеба заявил о том, что осень будет тяжелой, сентябрь станет месяцем, видимо, активного давления на Киев по части понуждения его к переговорам с Москвой. Мы продолжаем обсуждать, кто главные акторы этого процесса и какие имеют место события в связи с ним. И мне кажется, что у этой темы заслуживающая пристальнейшего внимания, поскольку она, собственно, может стать в известном смысле главной темой буквально наступающих недель. Уже сегодня секретарь Столтенберга заявил о том, что, в принципе, как бы есть соображение, что территории, оккупированные Москвой, могла бы обменять Украина на согласие ее вступления в НАТО, и это может стать предметом переговоров. И явно такие люди не проговариваются. Просто так уже среагировал Михаил Подоляк, заявивший, что территории начленства не меняют, Украина. Но это все вот скапливается в нечто единое целое. То есть вот нас многие ругают, зачем вы постоянно обсуждаете тематику, связанную с возможными мирными переговорами, перемириями, всем остальным. Это не мы обсуждаем, еще раз хочу предупредить. Это тема в повестке именно такая. Мы существуем для того, чтобы вам указывать, подсвечивать главные темы, которые, собственно, завтра станут мейнстримными. Когда они реализуются, будет уже поздно их обсуждать. Там будет другая вообще стратегия обсуждения и предмет обсуждения. Поэтому мы это обсуждаем для того, чтобы точно знать, чем грозит подобная практика и действия со стороны заинтересованных лиц самой Украине, итогом войны и всему остальному. За эту неделю, как вы считаете, вот начиная с комментариев этой фразы, как вариант мирного плана, он, кстати, оговорился, это секретарь. Нет, нет, вы не думайте, мы же не заставляем это решать только Украине. Но это же проброс о том, что отдайте 20%, получаете полноценную интеграцию в западное сообщество, становитесь членом НАТО, там, не знаю, ЕС. Я, кстати, не убежден, что Москве этого достаточно, и Москва этим удовлетворится. Но это другой вопрос. Но как вы видите эту ситуацию в контексте вот прозвучавшегося такого варианта? Ну, я бы не преувеличивал значение фразы одного из сотрудников Столтенберга на такой неофициальном таком, скорее, брайн-сторминге экспертов. И понимаете, дело же, ну, во-первых, никто никакого согласия у Москвы не спрашивает, как прозвучало, этого не было формы, что Москва согласится на... И это не их собачье дело, членство того или иного государства в НАТО, это даже в 2007 году это было заявлено. Это первый раз такая идея проскочила более года назад, летом, помните, неожиданно в статье Киссинджера. И я тогда характеризовал какое-то очень положительное развитие западной политической мысли. Собственно, Киссинджер, человек, который последние 15 лет своей жизни положил на борьбу с расширением НАТО, все время требовал нейтрализации, финализации Украины, учитывать российское забочие и так далее, он рассуждал о том, он сказал, послушайте, а ведь де-факто Украина уже чем НАТО, это единственная страна, единственная армия на свете и в истории, которая выполняет ту миссию, ради которой НАТО было создано 70 лет назад, защита цивилизованного мира, свободного мира, Западной Европы от нашествия воров с Востока. И это де-факто, а мы как-то должны оформить это юридически. Речь идет и у Киссинджера, и, видимо, вот в этой выступлении сотрудника Столтенберга обсуждался такой сценарий. Ну, хорошо, это не о том, что вот окончательного слова мира все признают захваченные территории российские. Речь шла о том, что, ну, как разворачиваются события на поле боя. Ну, мы сейчас забегаем вперед, об этом тоже большая дискуссия, центральная, идет в американском видео, и политиками мы будем это обсуждать. Но ввиду того, что нет авиации, нет дальнобойных ракет, это когда-то рано или поздно будет, это точно будет, это мы тоже обсудим. Но в этой фазе контрнаступления этого нет. И вполне вероятно, скорее всего, даже скажем так, эта фаза контрнаступления не закончится полным освобождением оккупированных территорий. Ну, так, так или иначе, будет некое, ну, де-факто, замораживание конфликта где-то в ноябре-декабре. Так вот, почему бы не принять в НАТО, тем не менее, Украину с еще не отвоеванной своей территорией. В том предложении Укиси же было уточнение такое, что Украина принимается в НАТО, обязательства, связанные со статьей 5, распространяются на де-факто контролируемые территории. То есть, принятие в НАТО означает готовность Запада защищать своими силами, сражаться и умирать за контролируемую территорию. А вот, что касается отвоевания той, которой не удалось отвоевать, на это эти гарантии не распространяются. Ну, и, естественно, там снабжение российской и украинской армии по натоским стандартам и так далее. Ну, это вот такой рабочий вариант, который обсуждался. Между прочим, давайте не забывать, что в это же время, когда Кейси выступил за этой идеей, довольно активно висли мирные переговоры между Россией и Украиной. Ну, я не знаю, мы с вами не считали текстов, но, видимо, речь шла очень серьезно о возвращении на линию февраля 2024 года. Вот в том проекте, который уже Лавров и Кулева приехали обсуждать в Стамбул, насколько я понимаю, оба от него отказались. Там было, с одной стороны, возвращение на линию 2024 года, а с другой стороны, российская сторона настаивала, и в проекте договора присутствовали какие-то ограничения на суверенитет Украины. Ну, что-то типа нейтралитета, это уже бессмысленное сейчас уже это слово. Какой может быть нейтралитет между кем и кем? Между государством, совершившим у тебя на территории кучу военных преступлений, и государством, которое оказывает тебе какую-то помощь. Вот. Поэтому Украина это отвергла, а и Москва уже отказалась потом от... Одновременный был такой отказ от этого проекта в Стамбуле. А вот такой вариант... Я думаю, вот давайте такую воображаемую ситуацию, если бы перед Украиной стоял такой выбор где-то в марте... Нет, уже май скорее, да? Май 22-го года. Это возвращение на линию 24 февраля и прием в НАТО. Я думаю, по крайней мере, этот вариант мог бы серьезно обсуждаться. Но с тех пор прошло очень много времени, и Украина, во-первых, не будет обсуждать этот план. Заявление подалека, но вполне естественно. Оно вытекает из общей концепции Украины. Ну и Россия тоже никогда на это не согласится. То есть мы оставим это заявление как интересную интеллектуальную конструкцию. Скорее, мне положительно тот факт, что Запад серьезно рассматривает возможность приема сражающейся страны в ходе Украины в свой состав еще в ходе этой войны. А в связи с этим, я напомню, нас очень разочаровали результаты Вильнюсского саммита. Но появилась информация, она совершенно точная, что в ходе обсуждения довольно резкого и драматического внутри НАТО около 20 членов НАТО высказали за немедленный прием Украины в НАТО. Это очень немедленный прием. Значит, распространение пятой статьи на сегодня. Значит, готовность послать свои войска, сражаться, умирать и сражаться и за Украину, и за собственную безопасность. Ну и среди этих стран была Польша. И мы сейчас, конечно, мы сегодня обсудим, я думаю, с вами всю эту обстановку вокруг Польши. Она, мне кажется, тоже очень благоприятна. Путин может заиграться своим шантажом и своими вот этими игрушками. Наверняка он не откажется от соблазна в начале сентября, когда там будут какие-то очередные там учения, там Россия или Белоруссия, там 23, 24, 25, не знаю что, поиграть снова с этими беженцами. Ну, Польша может пойти на эскалацию этого конфликта, да так, что России это мало не покажется. Вот, ну, кроме того, меня приятно удивил опрос общественного мнения на днях в Нидерландах. Больше половины высказали за отправку голландских войск на территорию Украины сражаться с российскими агрессорами. Так что все это, ну вот, вы меня застали с первым вопросом отвечать на эту инициативу, прозвучавшую в Норвегии. Но я бы на более общий у вас вопрос хотел ответить и немножко поспорить с министром Кулеба. Вы знаете, что я его поклонник многие годы, еще в очень сложной ситуации 19-го, 20-го года, начало 20-го, когда, в общем, администрация Зеленского еще не определилась в своей позиции в отношении России, а продолжалось там заключение каких-то протоколов подписывали с Турковым, а потом с Козаком. В Украине я вот тогда поддерживал так называемого коллективного Маннергейма людей, которые с самого начала и с администрации Зеленского, которые внутри этой администрации с самого начала придерживались очень жесткой бескрепоместной позиции по отношению к России. И первым из них, конечно, был Кулеба. Но вот сегодня я бы с ним поспорил о самых трудных месяцах. Мне кажется, что самыми трудными месяцами в украинской дипломатии были июнь и июль. Вот в эти месяцы давление было максимально. Вот той группы, которая выступает под знаменем не поражения Украины, а по существу их концепции это не поражение России в этой войне. Это было очень сильное давление. Мы сейчас только узнаем о его масштабах. Например, выяснилось, что была острейшая дискуссия в Вильнюсе. Американская делегация, а там, в общем-то, всолировала Селиван с самого начала, категорически была против вообще включения пункта о членстве НАТО в специальном коммунике. Мы знаем, что сейчас в окончательном тексте оно начиналось с фразы «будущее Украины в блоке НАТО». Это заставили другие члены НАТО, но прежде всего, конечно, страны Восточной Европы. Вот такой был масштаб тогда настроений в Белом доме. И вы же помните выходку того же Селивана на пресс-конференции, когда ему украинская журналистка задал очень справедливый вопрос о том, почему его группа вот все время старается затормозить поставки вооружений. Он неожиданно для такого холодного человека взорвался и начал требовать, а не плохо бы вам благодарность какую-то высказать по адресу Соединенных Штатов. И потом эта тема несколько раз повторялась. Вот. Но вот я собираюсь, как смотрящий по Америке, по Лжинстоне, говорить об изменении. Да, что было плохо эти два месяца? Я это физиологически ощущал каждое утро. Вставал, просматривал американскую прессу, в телефоне, там, айпэде. И один и тот же нарратив был дружный всех изданий, особенно вот таких. А они почти все там лево-демократические. Нью-Йорк Таймс, какой бы нарратив общий? Ну, сплошная методичка, не хуже, чем кремлевская. Да, мы сочувствуем украинец. Они жертвы агрессии. Ну, понимаете, они же все равно не смогут победить русских. Нет? Не смогут. Вот. И смотрите, вот наступление, оно было так рекламировано. А вот оно не отвечает совершенно тем ожиданиям, которые вокруг него были. Мы дали, вот это наиболее циничная фраза, вы тоже, наверное, все украинцы ее запомнили, наверное, всю жизнь. Мы дали все необходимое для наступления. Но это заставило даже... А я много раз повторяю, ты Пентагон это повторял? Ну, я же говорю, это методичка. Ну, я эту методичку знаю лучше всех, потому что я с утра ее через себя пропускаю. И она у меня вот здесь уже была два месяца. Но это взорвался за ужин, он сказал, в бешенстве. Он сказал это слово, я в бешенстве ответил. Посмотрите в свои доктрины военные, что там написано о стратегическом наступлении. Условие первое – это господство в воздухе. А где? Где авиация? Вот. Потом, потом, в последний месяц, во второй половине июля уже пошли, на мой взгляд, совершенно, очень спорные, с этической точки зрения вещи. С одной стороны, это действительно мужество корреспондентов. Были, в Нью-Йорк Таймс дала несколько публикаций, корреспонденты буквально с линии фронта, там, риском для себя. Ну, первая статья была, описывала громадные потери украинцев, там, беседы с солдатами, тяжелые условия. А вторая, ну, это вообще было запредельно. Целая корреспонденция и телевизионные материалы на СН посвящены работе похоронных команд на фронте. И почему-то они набязчиво демонстрировали переносы обрубков, остатков человеческих тела. Ну, это можно было бы объяснить, если бы вслед за этим... Это сюжеты по СНН, да? Да, СНН и Нью-Йорк Таймс, да. Нью-Йорк Таймс статья, сюжеты слепы, СНН. Но это можно было бы объяснить, если бы за этим последовал крик. Какие же мы суки, собаки, сволочи. Украина истекает с кровью, а мы не поставляем необходимое им оружие под разные правила. Нет. Вывод из всего этого набора статьи было пора подумать, прекратить вот это кровопролитие, подумать о переговорах, пойти на какие-то территориальные уступки, смягчить требования плана Зеленского. Кстати, это не требования плана Зеленского, это опять была циничная придержка. Есть три заявления, официальных заявлений большой семерки по вопросам Украины. Я неоднократно меня все время критикуют боты, особенно, что я что-то повторяю. Так вот, я еще раз повторяю. Это любимый их любимый мем. Да. Вот три заявления 14 октября, 14 декабря и 12 июля уже в Виннесе на полях саммита НАТО заявления по Украине большой семерки, где четыре требования. Это требования Зеленского, это полный вывод эгрупционных войск, гарантия безопасности после военных периодов, восстановление Украины, в том числе, путем репарации на агрессора и наказания военных преступников. Еще раз, я помню, и каждый, не только четыре заявления, три заявления большого, и каждый из лидеров этой большой семерки озвучил все это сам. Я помню, например, заявление Байдена, вот Байден, еще тот Байден, который не июньский, не июльский, который попал под очень сильное, видим, экклюзивное давление Бернса Селивана, стоя на крыльце Белого дома, как сейчас помню, с Макроном, он тогда рядом был, и он заявил, никаких переговоров с путинскими агрессорами, пока Путин не признает необходимости не согласиться на полный вывод экрупционных войск. Так что, это не Украина должна была изменять, это не Паван Зеленского, это ультиматум большой восьмерки. Вот. И я думаю, что все это должно, все это для чего делалось? Вот для того, что от этих заявлений большой восьмерки и собственно заявлений Запад не мог отказаться. Ну как, тут президент Бурж заявил полный вывод, а тут вот завтра так вот начинаем какие-то переговоры эти реальные. Необходимо было заставить, склонить, убедить Украину отказаться от этой бескомпрометной полиции, тогда бы они сказали, ну, мы же не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы. По моему глубокому уважению пиком вот этой кампании намечалась встреча в Джиде. Встреча в Джиде это была вторая встреча этого плана с привлечением глобального юга и сначала в Копенгагене, потом в Джиде, следующие будут в Дели на полях большой восьмерки. Очень благородные были поводы. Ну, во-первых, это как бы для обсуждения плана Зеленского, а второе, это говорилось громко, никто этого не скрывал, мы собираемся для сближения позиций большого, глобального юга с нашей позицией глобального запада. Даже акцент делался на том, чтобы как-то сдвинуть позицию глобального юга в нашу пользу. Ну, естественно, когда вот такие замечательные цели поставлены, то, естественно, поднять вопрос, а может быть, для того, чтобы глобальному югу сдвинуться к нашей позиции, может быть, нам какие-то подвижечки сделать в сторону как раз театриальных вопросов. Вот, я уверен, что именно это и намечалось провести в Джиде. Но, произошло сенсационное событие 27-го, 28-го июля. Очень многие эксперты и вот в Ютубе, на мой взгляд, не дооценивают этих событий, а они очень значимы. 27-го появилась в «Москва Таймс» полная запись выступления господина Томаса Грэмма, я уже столько раз о нем рассказывал, что не надо действительно повторяться. он возглавлял так называемую американскую делегацию на так называемых «second track», второй трек переговоров российско-американских дипломатических переговоров. Второй трек – это идея, которая возникла еще где-то там в нулевых, в десятых. Такая на Лубянке, видимо, она родилась. Вот, трудно дипломатическим работникам, сотрудникам МИДа, администрации, президента, найти какое-то решение проблемы между Соединенными Штатами и Америкой, ну, мешает там вопросе дипломатического этикета, там, политической корректности, такой открытости переговоров. А не создать ли нам такие вот группы из советников, из людей, не занимающих официальных позиций, ну, как правило, в прошлом их занимавшие, но, в целом случае, пользующихся доверием своих правительств, прекрасно понимающих точки зрения и вот в такой неформальной обстановке, без галстуков, еще лучше, там, в плавках, где-нибудь в живописном месте можно найти решение. Вот самая знаменитая такая группа, она, как известно, была на острове Бойста в Финляндии в июне 2014 года, сразу после крушения Боинга, тогда возникло обострение этой темы российско-украинской войны. вот, ну, а дальше уже дело техники, как сформировать эту группу, особенно американскую, возглавлял ее и в 2014, и сейчас в 2023, Том Грэм, в 2005 году, он был директором по России в Совете по национальной безопасности президента Буша-младшего, ну, очень известный политолог, и дипломат, вот, его такое преображение произошло именно в этом году, я, кстати, его очень хорошо знаю лично, мы были друзьями, потом стали врагами, именно в 2005 году он неожиданно оставил этот очень престижный и хорошо оплачиваем пост в администрации, ну, очень хорошо, по американским масштабам, там, я не знаю, сколько там, может быть, там, 100 тысяч долларов в год, это хороший оклад в общем-то, да, и перешел в так называемую группу мудрецов, созданную, группой мудрецов были Киссинджер и Примаков, и вот там он стал директором по России, правой рукой Примакова, и всю вот ту киссинджерскую концепцию умиротворения России, собственно, он артикулировал и проводил 15 лет, а, кстати, когда Киссинджер отказался и сказал знаменитую фразу, я думал, что это моя позиция предотвратит войну, она привела к войне, он немедленно от Киссинджера ушел и продолжал прежнюю линию на службе российской разведки, вот, а как это формировалось и в 14-м и в 23-м году одна та же схема, во главе 100% русский агент влияния, а с собой он подобрал ничего не подозревающих, таких абсолютно честных буржуазных идиотов, очень полезных, ну, в этот раз самых полезных, пожалуй, это вот Ричард Хаус, который вместе с ним участвует в этой, в этой туре трек-2, ну, это самый уважаемый американский политолог, он и служил в госдепартаменте, начальником отдела планирования, это достаточно сказать, что до последнего времени он был, 20 лет он был президентом the council of foreign relations, самая престижная внешнеполитическая они, они честные идиоты, они просто так все думают, они денег от Москвы не получают, да, я сказал, что он перешел в эту группу мудрецов, там его оклад стал в 8 раз больше, чем на государственную службу, и они провели первые группы, первые встречи этой группы, да, ну, а результат, это что-то в бойсе, в бойсе были разведены концепции Минских соглашений, этого замечательного по выражению Лаврова, помните, он повторял любимую его фразу, никогда не позволим Зеленскому соскочить с ключка Минских соглашений, пусть он взбивается на нем, вот, это результат, сейчас вторая такая группа была создана, и первая встреча была в Нью-Йорке, в тот позорный организации объединённый день, когда военный преступник Рабин Перроф Лавров приехал туда попредседательствовать на заседание Совета Безобарна, помните, 24 апреля это было, ну, Россия по ротации в апреле председателя, вот Лавров приехал, совершенно открыто, ни от кого не таясь, эта группа в составе Грэма, руководителя, и двух ведущих членов, это тот самый Ричард Хасс, его соавтор, по недавней статье нам нужна новая, Западу нужна новая стратегия в Украине, некто Купчман, тоже известный предлог, а какая новая стратегия, там всё было написано, что нужно Москве, что войны, все войны заканчиваются миром, надо не заваливать Украину оружием, склонять её к мирным переговорам, и так далее, вот, после этого, и это сообщалось в печати, ни от кого не скрывалось, после окончания переговоров, даже известно, что мы продолжали свободно три часа, я уж не знаю, лично, один Грэм, или вся группа, вылетели в Вашингтон, и проинформировали, там, по-английски это называлось, брифировали, проинформировали, я просто цитирую документы, это очень важно будет, уже через минуту вы поймёте, почему, проинформировали Совет по национальной безопасности, то есть лично господина Селивана, то есть он был в курсе этих переговоров, они были с его ведома, а как это могло быть иначе, вот, вся эта идея переговора в Second Track была о том, что ведут переговоры независимые эксперты, пользующиеся доверием своих правительств, после этого, доложив Селивана результаты, беседы с Лавровым, Грэм, опять же, не знаю, в каком составе этих полезных идиотов, взяв их другим, вылетел в Москву, несколько таких поездок совершал, и эти приговоры уже продолжались в Москве апрель и июль, они, видимо, где-то, и вот 27 июля перед возвращением обратно в Соединённые Штаты, Грэм поделился результатами этих приговоров, ну, текст был ошеломляющий, он совершенно возмутительный с точки зрения любого человека, наблюдающего за русско-украинским, он начинается с того, что мы сообщили нашим российским коллегам, что мы уважаем интересы, стратегические интересы российской безопасности, нам нужна сильная Россия, вот, ключевая фраза, нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль своей периферии, ну, это пересказ, формула доминирования на постсоветие, это сказать после всего того, что произошло в этой войне, это стабильность на периферии России, в Буче, Ирпене, в Мариуполе, да, ну, а конкретное содержание предложений, это Крым, конечно, остаётся, да, там же написано, мы согласились с нашими коллегами, что шансы украинцев вернут свои территории, ничтожно малы, вот, а предложение Крым остаётся, тут никаких разговоров, конечно, что это, если Крым, Россия почувствует, что потеряет, она за ядерное оружие возьмётся, это Грэм сообщает, но это вообще уже откровенная ложь, об этом никто сейчас в Вашингтоне не говорит, эта карта давно уже битая, вот, а четыре области, которые Россия инкорпорировала в свою конституцию, это будет проведение, новые референдумы, где народы этих областей под контролем России свободно выскажутся о том, в каком государстве они, да, ну, это было настолько ошеломляюще, что уже, по-моему, в тот же вечер и на то же утро Совет по национальной безопасности, лично Селиван, категорически начали отмежовываться, никакого Грэма не знаем, знать не знаем, никуда его не посылали, отказываемся от его заявлений, и после этого они начали каждый день повторять вот ту фразу, которую вы очень своевременно поставили заголовком нашего Селивана. ничего без Украины. Ничего, Краины без Украины. И вообще я эту долгую историю рассказал, а это она имела, и после этого тональность американской прессы изменилась, ну, произошел тот же эффект, я уже писал и говорил об этом, повторюсь, что это ремейк, конечно, ремейк сюжета знаменитого культового советского фильма «Семнадцать днаменей» с Ниша Штирлисом. В чем был подвиг Штирлиса? Он тоже, вот там, пастор Швак где-то украл, он опубликовал фактически протоколы переговоров, которые Соединенные Штаты вели с Гитлеровским рейхом. А здесь какие-то неизвестные нам украинские чекисты и Штирлицы, извиняюсь за выражение, через газету «Москва ТАСС» опубликовали протоколы переговоров Соединенных Штатов с Путинским рейхом. И это очень изменило обстановку внутри Байденской ситуации. Ведь я еще раз повторю, что на мой взгляд вот эти два месяца самые тяжелые для украинской дипломатии украинского государства июнь-юнь были местами полного доминирования вот этой пророссийской группы Бернса и Селивана. Они вот эту вели линию склонять Украину к переговорам. Это абсолютно ясно. Абсолютно ясно. И это все понимали. А вот по-моему не все понимают. Но я это чувствую, потому что я наблюдаю здесь изменение ситуации. Ведь тональность, тональность пресса изменилась. украинская м